Добрый день! Вы на канале Центра Соколинского в Петербурге. Хочу вам рассказать о микрофлоре кишечника. Не знаю, как вы, я человек ленивый достаточно, и поэтому мне нравится мысль, что можно делать что-то одно полезное и в результате получать очень много полезных эффектов, затратив так мало времени. Так вот, нормализация микрофлоры кишечника, а как результат нормализации микрофлоры всего организма и на слизистых, и на кожах, это такое действие, которое по силе своей, по глубине, по системности, оно может быть, мы можем его сравнить с тем, что вы пьете воды в день не меньше литра, с тем, что у вас есть физическая активность каждый день, какая-то хотя бы умеренная, с тем, что вы ложитесь спать не позднее 12 часов ночи и спите не меньше, чем 7 часов каждый день, ну и с тем, что соблюдаете какую-то более-менее разумную диету. Вот все эти действия, они оказывают достаточно равное влияние на ваше общее здоровье. Поэтому вот сейчас о микрофлоре кишечника. Как известно, около 2,5 килограммов бактерий находятся в кишечнике у человека. Ну, понятно, что просто так этого быть не может, то есть они выполняют какие-то очень важные функции. Какие? Точно известно, что они участвуют в пищеварении. Лактобактерии помогают избежать избыточного ферментирования пищи. И таким образом, это профилактика образования избыточных побочных продуктов пищеварения, которые бы потом всасывались в кровь и негативно влияли. Бифидобактерии укрепляют кишечную стенку и тем самым не позволяют побочным продуктам пищеварения, токсическим веществам, микробным токсинам проникать в кровь. Полезная микрофлора способствует образованию витаминов К и витаминов группы В. Усвоению кальция, усвоению металлов, то есть, в общем-то, нормальное переваривание пищи и усвоение питательных веществ без полезной микрофлоры невозможно. Кроме того, мы точно знаем, благодаря исследованиям, что вероятность развития аллергии, атопического дерматита, пищевой аллергии у детей, непосредственным образом связана с тем, как в детстве сформировалась микрофлора. Если вдруг это не произошло нормально, то иммунитет может нарушаться. Во-первых, ну, просто появляется склонность к частым заболеваниям, а во взрослом состоянии, при нарушенной микрофлоре, склонность к аутоиммунным процессам, то есть, к аллергии, грубо говоря, самого на себя. Поэтому при ритматоидном артерите, при аутоиммунном териоидите, например, в системе Соколенского, мы всегда используем бактерии. Точно известно, и об этом есть у нас отдельное видео, что бактерии, в частности лактобактерии, влияют на снижение количества опасных веществ, так называемого ТМАО, которые разгоняют скорость атеросклероза. Бактерии влияют на количество желчных кислот, на их обмен, желчных кислот в организме, соответственно, и на обмен холестерина. Соответственно, этому, если у вас нормальная микрофлора, у вас меньше риска образования камней в желчном пузыре. Но также известно, что и на камне в почках, если принимать бактерии, они, конечно, не рассосутся, но если у вас ненормальная микрофлора, то есть вероятность больше гораздо, что камни в почках образуются. Ну уж 100% очень каждая женщина знает, что от уровня микрофлоры зависит состояние, например, с мочевым пузырем. То есть частые циститы, частая молочница, даже в гадалки ходить не надо, ищите нарушенную микрофлору в кишечнике. Палочка Додорфляйна, которая живет у женщин в облагалище, она родственница лактобактерий, которые живет в кишечнике. Кишечная палочка, условно патогенная, которая при определенных условиях, если ослаблена, нормальная микрофлора активизируется, легко становится возбудителем для цистита и, например, у мужчин для простатита. То есть все близко, все связано. Все бактерии, которые есть в вашем организме, они взаимодействуют между собой. Это вместе называется, либо называют это ученые микробиоциноз, либо это называется микробиота. И поэтому сейчас уже нет такого представления, как там какие-то 80-е годы прошлого века, что не хватает у вас лактобактерий, или не хватает бифидобактерий. Вообще любое исследование, оно позволяет определить, ну там 16 типов. А у вас в кишечнике только, только в кишечнике живет около 500 разных типов. То есть залог успеха вообще восстановления микрофлоры, это обеспечение многообразия. Поэтому мы уже мыслим категориями новой биологии, так называемой. То есть для того, чтобы была нормальная микрофлора кишечника, нужно использовать такой пробиотик, который обеспечивал бы максимальное многообразие. Перейдите, кстати, по ссылке в описании этого видео, вы найдете там рассказ, методику восстановления микрофлоры нормальной кишечника. И это будет, если вы это сделаете, это будет одно из наилучших общих действий, которые можно было бы подпринять на еду с другими компонентами здорового образа жизни. Но продолжаем. То есть мы поговорили уже о снижении уровня холестерина, о снижении риска аллергии, снижении риска аллергии пищевой и атопического дерматита, бронхиальной астмы, снижении риска аутоиммунных заболеваний. Так, мы говорили о снижении холестерина, мы говорили о повышении иммунитета, благодаря тому, что нормальная микрофлора непосредственно на месте, конечно же, они снижают бактерии положительного лакта, бифида, пропионового кислого и снижают склонности к воспалению. То есть, если у вас синдром раздраженной кишки, а уж тем более не специфический язвенный калит, то без бактерий, без длительного курса бактерий ничего не сделаешь. Но это такие очевидные моменты. Еще, кстати, между прочим, у Небактера особая серия, о котором вы прочтете по ссылке в описании этого видео, который мы используем в системе Соколинского, это же одновременно и совершенно выдающийся способ избавиться от запоров. Потому что бактерии в кишечнике позволяют правильно формировать пищевой комок и помогать ему спокойно продвигаться, быстро достаточно продвигаться к выходу. Если у вас нет проблем с приемом воды, нет проблем со спазмами, вы пьете эти бактерии, то у вас хорошо со стулом. Причем надолго, а не только, когда вы их пьете. Но есть очевидные такие положительные моменты, которых многие забывают. Например, качество сна. Доказано, что бактерии влияют на выработку гамма-аминомасляной кислоты. И при длительном приеме, при таком курсе, как мы рекомендуем, у вас есть все шансы лучше спать, быть более эмоционально стабильным человеком. И даже более радостным, потому что известно, что бактерии повышают уровень серотонина, способствуют выработке серотонина, из которого потом образуются гормоны счастья у нас. Так что влияние на нервную систему, это не только какие-то успокаивающие антидепрессанты и даже натуральные, предположим, какие-то средства, а это еще восстановление микрофлоры. Ну, все знают, что у человека с запором плохое настроение. То есть, казалось бы, какая связь, но вот она такая, через серотонин и гамма-аминомасляную кислоту. Наконец, риск возрастных заболеваний. Синдром Альцгеймера, болезнь Паркинсона. При нормальной микрофлоре риск снижается. То есть, ну, мне кажется, уже достаточно. То есть, столько вообще аргументов, что на уровне пищеварения, регуляции веса, кстати, регуляции жирового обмена, состояние кожи. Вот женщины еще часто спрашивают, как добиться, чтобы волосы лучше росли. Добиться таким способом, улучшать работу печени, поддерживать микрофлору кишечника в хорошем состоянии, достаточный объем витаминов, минералов в пище. Все. Больше, в общем-то, ничего не нужно. Случаев андрогенного облысения, то есть, когда связано с гормонами, не так много, а вот случаев, когда из-за нарушенной микрофлоры волосы выпадают. Классический пример после антибиотиков. Выпадение волос. Таких случаев много, потому что они связаны, с нарушением микрофлоры, а людей, у которых нарушена микрофлора в современном обществе, большинство, потому что мы из пищи получаем очень много веществ, которые не нравятся нашим бактериям. Это раз. Во-вторых, у многих просто она даже с детства не сформировалась. То есть, если вы всегда маялись плохим пищеварением и аллергии, будьте уверены, что у вас была проблема с микрофлорой с детства. Поделюсь технологией вкратце. То есть, по ссылке в описании видео вы найдете подробно. То есть, там все есть и составы, и как принимать. И технология здесь имеет значение. Потому что сейчас можно побежать в аптеку и купить пробиотик, и пить его. Любой, какой попало. Но, как и во всем в этой жизни, имеет значение детали. То есть, микрофлора, она не просто восстанавливается чудесным образом, вот так. Она восстанавливается в результате применения правильной технологии. Она заключается в применении правильного продукта. Это раз. И мы используем унипактор особой серии не просто так, а потому что десятилетия опыта применения и даже такие тяжелейшие условия для испытания формулы, как эпидемия холеры в Перу, где удалось еще в советские времена помочь в этой стране преодолеть эпидемию за счет того, что использовались правильные пробиотики. Для системы Соколенского выпускается особая серия унипактор. Больше она нигде не продается специально, чтобы избежать вероятности подделок. То есть, вы получаете ее прямо от нас. С гарантией, что эти бактерии будут усваиваться. То есть, это леофильно высушенная форма, 14 штаммов, очень большое разнообразие, с пропионово-кислыми бактериями, одновременно с противовоспалительным действием, которые и влияют на условно-патогенную флору, не дают ей размножаться, и способствуют колонизации, правильной образованию, гибиозу, перезагрузке микрофлоры нормальной. Но, даже какой бы ни был хороший пробиотик, его нужно принимать по правильной схеме. Поэтому, не меньше двух месяцев подряд, а лучше три. При запорах используется больше, по две капсулы два раза в день. При ситуации, когда нет запоров, при раздраженном кишечнике, или просто профилактически, используется по одной капсуле два раза в день, унипактор особой серии. Но, в течение трех месяцев. И обязательно поддерживать этот процесс улучшением работы печени. Для этого мы используем либо Лайвер 48, либо Зифлан экспортный вариант. В зависимости от того, при наличии камней, лучше использовать в желчном пузыре, лучше использовать Зифлан экспортный вариант. И обязательно поддерживаем уровень растительных волокон, потому что без них нормального пищеварения не бывает. Для этой цели мы используем нотари-детокс. Но я говорил еще, что нужны витамины, минералы для многих ситуаций, и для восстановления иммунитета, и для улучшения состояния кожи, роста волос, избавиться от, например, углевых высыпаний, избавиться от сниженного иммунитета. Витамины, минералы нужны. Как их получить? Естественно, не химическим каким-то путем, не с использованием каких-то лошадиных доз. Естественным пищевым продуктом нотари-детокс содержит не только активные волокна псиллиума, но еще и спирулину и хлорелу. А там есть, в общем-то, все, все витамины, минералы, легко усваиваемые с точки зрения биологии формы, которые нужны человеку повседневно. А это просто зеленый коктейль. Хотите с водой, хотите с соком, а можете в смузи добавить. Вообще не надо это воспринимать как какое-то там лечение в кавычках. Это питание, здоровый образ жизни. Вот такой вот краткий рассказ, какие бонусы, какую пользу вы можете получить всего-навсего, восстановив микрофлору кишечника. Я думаю, что стоит задуматься и вам, и перейти по ссылке в описании, скачать буклет об улучшении пищеварения, об очищении организма и начать это делать, потому что мы всегда рассказываем только о том, что действительно полезно. Подпишитесь на канал Хроническое Здоровье. Желаю вам хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok